Привет, дорогие друзья! Ну что, побеседуем с вами за чаем. Снова, начиная беседы, у меня появилось вдохновение вас поблагодарить за то, что вы здесь, кто слушает меня. Очень приятно, приятно познакомиться, как говорится. Ну что, как говорится, спасение в истине, только истина побеждает. Это даже девиз Индии, фраза из Вед. А Веды, что такое? Веды — это знания. Это наши, в том числе и славянские, древние, арийские знания. Конечно, истина побеждает, потому что тот, кто не знает истину, а истина — это значит правда. Правда. Тот, кто не знает правду, в любой области знаний, он будет проигрывать. Будет проигрывать. Это логично. Человек без правды проигрывает. Допустим, если глаза открыты, ты видишь, куда ты идешь, не упадешь в яму. Ты видишь глазами правду о мире. А если глаза закрыты, ты не видишь глазами правду и можешь упасть в яму. Поэтому без правды, друзья, никуда, ни шагу. Каждый шаг без правды, без истины, без мудрости может закончиться падением в яму. Логично? Да, друзья, ну что, у нас, как говорится, в стране такая, как обычно, да, уже длительное, долгое состояние постоянной жопы, как говорится, да, начиная с 988 года нашей эры. Вы думаете, как, откуда эта война началась? Мыслите, понимаете, без истины, без правильных знаний, без праведных, от слова веды, знаний. Ну, я говорю не только о ведах, я изучаю. Не подумайте, что я фанатик, да. Фанатизм – это нормальное состояние любого начинающего человека. Начинающего. Фанатизм – это когда вот сосредоточился на чём-то, изучает, например, пришёл в школу, в первый класс и начинает палочки писать ручкой. И всё. Какие тут рассказы? Кто ему расскажет сейчас о высшей математике? Да вы что? Фанатизм – это начало любой деятельности, любой духовности, религии любой. Это только начало. Поэтому не думайте, что я про веды говорю, потому что фанатик. Нет. Я люблю все учения, изучаю все учения и все науки очень долго. Так что, в первую очередь, всестороннее развитие, разнообразие знаний помогает мне спасать мир. Да. Потому что кто же ещё, когда вот все грустят, все печалятся, кто ещё будет таким счастливым, как я, как люди, которые понимают вообще, что это всё иллюзия, всё, что происходит, всё, о чём вам говорят СМИ от слова «смиття», то есть мусор, да, если вы будете забивать себе голову ложью, то, конечно, упадёте в яму. Что ж поделаешь. Когда ты проиграл? Ты проиграл, когда ты уже находишься в страхе, в депрессии, то есть в грехах. Потому что в духовности считается страх, депрессия, уныние. Это всё грехи. Злость, ненависть, да, всё грехи, потому что грех от слова «ошибка» происходит. Это всё ошибка, оно тебе не надо просто, и оно сбивает тебя с истинного пути, если оно в тебе есть, и нарушает твой процесс мышления. Это чисто научные данные. Когда человек в счастье находится, в вдохновении, тогда он гений, тогда мозг работает на больше процентов, никто не скажет, на сколько процентов. Допустим, как исследовали мои наставники, что в особых состояниях мозг может работать до 90%. И тогда уже открываются сверхспособности. И это было проверено официальной наукой, друзья. Поэтому я вам не буду сказки рассказывать. Хотя сказки тоже ничего, тоже интересно. Поэтому, поймите, если мы в депрессии, мы в страхе, ещё в каком-то бреде живём, то у нас плохо работают мозги, и мы заблудимся, можем упасть в яму. Поэтому надо открыть глаза своей души и своего разума, и видеть широко, видеть далеко, в перспективе, чтобы спастись из этого бреда. Чтобы как нож горячий пройти сквозь масло всех этих событий. Понимаете, это же я не говорю о том, чтобы стать бессмертным. Почему? И скромности. Я же не говорю, что я бессмертный. И хотя духовность – это и есть жизнь, это и есть путь, истина и жизнь, как говорил один наш дорогой наставник. Путь, истина и жизнь. Один из пророков говорил так. Так вот, я не говорю, что я бессмертный, потому что я этого не знаю. Если я скажу, что я смертный, да, то есть смерть, как говорят, скажу, что я смертный, то это тоже будет глупостью, ведь я же этого не знаю. Понимаете, люди живут в таких заблуждениях, в отсутствии логики. Так чего ждать от такого мышления? Конечно же, оно приведет только в яму, только к смерти, только к каким-то опасностям или бедам. В лучшем случае, к малозаметным ошибкам, которые приводят к нарушению нашего равновесия. Да, то есть споткнуться называется, споткнуться. Так вот, чтобы не спотыкаться в жизни, надо иметь очень серьёзное знание. Вернее, не серьёзное, можно иметь даже не серьёзное знание, зато они должны быть истинными. Вот, понимаете, да? То есть нельзя впадать в депрессию, счастье мы должны вызывать в себе сами, сами быть источником счастья, потому что не ждать, когда нам другие это подарят или ситуация это подарит. Счастье – это духовная практика. Мы должны намеренно вызывать в себе счастье. Если не получается быстро это сделать, то надо прилечь, да, прилечь, успокоиться или сесть, да, помедитировать, то есть войти в себя, да. То есть когда человек вышел из себя, говорят, да, вышел из себя, чувствуете, да, смысл, то надо вернуться, войти в себя. Я, истинное я – это не ваш ум, это не ваше эго, то, что вы считаете собой. Да, вот, то, что вы считаете собой, вот сядьте, допустим, и понаблюдайте за тем, что вы считаете собой, допустим, за своим умом, понаблюдайте. А потом, может быть, догадаетесь, что кто-то же наблюдает за этим умом, да, то, наверное, же вы не этот ум, а, скорее всего, тот, кто за ним наблюдает, да. Вот, так что, смотрите, в первую очередь нужна, поэтому, именно духовная практика, именно квантовая молитва, можно сказать так, современным языком, или квантовая медитация, да, можно сказать. Сейчас это очень модное направление, квантовая физика, вот все, даже ученые, изучают, носятся, как курица с яйцом, с этой квантовой физикой, вот. А духовные люди не изучают квантовое поле, они им просто управляют, понимаете, да. Ученые изучают, а духовные люди управляют. Так же, как в Институте мозга Бехтерева Наталья Петровна, да, сказала, исследовала моего наставника одного, академика Бронникова, да, сверхспособности его исследовала, то есть официальная наука это все уже доказала. и сказала, что мы, ученые, мозг изучаем, а Бронников им управляет. Вот так вот. И у обычных людей, допустим, у обычных людей мозг работает на 5-10% в лучшем случае, у гениев больше, у учеников Академика Бронникова, у него, да, ну и учеников других духовных наставников, святых или просветленных, или будд, как называют, в духовности. Значит, у них, таких людей, работает мозг намного, на больше процентов. Вот, как исследовали академика нашего любимого наставника, более чем на 90% может работать мозг. Это доказано. Вот, и если вы будете находиться в духовной практике, в состоянии счастья, молитвы, медитации, экстаза, духовного просветления, да, то мозг работает намного эффективнее, понимаете? То есть, решение в жизни вы будете принимать намного более качественное, мышление ваше будет лучше, потому что люди думают некоторые, вот почему у меня в жизни так что-то не получается, да не получается, потому что не используете это, вдохновение, духовную практику, квантовую медитацию, не используете, поэтому мышление просто отсутствует, его нету, поймите, без этих вещей, то есть это всё равно, что компьютер, ваш мозг сравним с калькулятором, ну ладно, с компьютером, да, ну ладно, со смартфоном сравним наш мозг. И поймите, что духовность – это электричество, если нету его, то мышление просто нету, его отсутствие приводит к очень-очень печальным последствиям в жизни. Человек постоянно злой, раздражённый, то есть вот эта вот бездуховность, она как порочный круг, она приводит к тому, что какая-то жопа постоянно встречается, одна и та же, да, или разная, и жизнь превращается в страдания, в какую-то борьбу, в какие-то такие события непонятные, плохие, да, неудачи и так далее. Почему? Потому что нет духовной практики, нет квантовой медитации, нет молитвы, как хотите можете называть. В общем, если нету этого, значит нету правильного состояния, то есть счастья. Нету счастья, нету любви, ну только изредка проблёскивает что-то там издалека на один процент. Да, и уже считается оргазм, понимаете? То есть где-то на один процент проблеснуло, и всё. И человек думает, что ого, какой кайф, как классно. На самом деле это всего лишь был один процент, а он так и не понял, что случилось, понимаете? Духовный человек, особенно святой человек, допустим, наставник, мастер, он живёт в оргазме всю жизнь, он всю жизнь живёт в этом состоянии, понимаете? И часто, очень часто оно приходит, если даже не постоянно, то чаще у духовных людей бывает. Поэтому, ну и следовательно, мозг у них работает эффективнее. Но, но, главный ещё, один из самых главных вопросов – это программное обеспечение мозга. То есть если у вас нет истинных знаний, истинных духовных или философских, или научных знаний, то есть всё должно быть, всё должно быть правильное, правдивое в голове, да? Всё должно быть в голове, всё надо изучать. И науку, и философию, и психологию, и, ну, это всё как бы разные части одного целого. А у нас живут, в общем, люди, да, живут как бы, ну, ненаучного знания в голове нет. Ну, большинство людей, 99%, даже которые уже учёные считают себя учёными, да, то есть недоучки, ненауки нет полноценной в голове. Кто считает себя религиозными людьми, ни религии полноценной нету, потому что какие-то ошмётки, слухи от бабушек, вместо того, чтобы хотя бы в религии стать там полноценным человеком. А так живут просто, понимаете, то есть человек хочет, чтобы жизнь работала хорошо у него, чтобы всё было хорошо. То есть он хочет, чтобы, допустим, вот поехать на этой машине. А на самом деле это его машина, которая называется его тело, его мышление, его эмоции. На самом деле эта машина составлена из... Она похожа только на машину. То есть корпус от машины, значит, руль от самоката, колёса от велосипеда, да, то есть вот и всё. То есть хотя бы самокат, хотя бы там полноценный был бы, уже можно было бы куда-то уехать. То есть хотя бы научное полноценное мышление, развитое, логичное, да, а не такое, как у некоторых учёных. Поорать, поорать, доказать, что я прав, и послать всех нахрен, да. Больше ничего. Никакой логики, никакой вдумчивости, никакого мышления. Мышление отсутствует. То есть куча знаний, это ещё не значит присутствие мышления. Это может значить просто умственный запор. То есть система зависла. Система зависла, компьютер завис. То есть память перегружена. Что бывает, когда память перегружена? Ну, компьютер зависает, и всё, не работает. И вот многие учёные в таком состоянии находятся. Память перегружена, и система зависла. И всё, больше ничего нет. То есть мышление не работает. Компьютер не считает, не высчитывает ничего. Он просто пользуется вот этой памятью, забитой памятью, да и то не может полноценно пользоваться, потому что нету оперативных возможностей. Понимаете? Вот как некоторые живут. Так вот, хотя бы... Значит, научное мышление было честное, то есть основанное на правде, на логике, а не на желании самоутвердиться любой ценой. То есть на гордыне у большинства основано, значит, поведение, да, а не на правде. Поведение должно быть основано на правде, на поиске правды, а не на доказательстве своих мнений. Отсюда возникают сомнения, да, то есть совокупность разных мнений, которые мешают человека выбрать правильный путь и двигаться, когда сомнения есть, значит, нахватался разных мнений, у кого попало, и все, и застопорился, система зависла. Вот, поэтому, как же это все решить? Обучаться надо искренне и у настоящих людей, у настоящих мастеров по каждому предмету, да, то есть, который вы изучаете. Нужно обучаться у мастера и достигать высокого уровня, хотя бы, ну, хотя бы лучшего в мире, да, хотя бы обучаться, ну, если вы занимаетесь, допустим, наукой, хотя бы у академика заниматься старательно долго, чтобы самому стать академиком, да, если не стали, тогда, ну, не надо спорить с другими людьми и доказывать, что вы правы, не надо. Надо просто в споре пытаться узнать что-то новое, хотя бы в споре это не, то есть, не получится истину узнать. Истина рождается не в споре, как говорят глупцы. Истина, она рождается в проверке, в проверке, в эксперименте, в наблюдении. Но, но, есть еще один момент. Любое, ну, скажем так, назову этот момент физика веры. Значит, есть момент, о котором наука уже догадалась, и наконец-то меня это радует, да, потому что духовность об этом догадалась уже много тысяч лет назад. И это использовала уже давно, эти знания. Вот, а наука вот недавно догадалась. Ну, молодцы, делают успехи. Не прошло ей пять тысяч лет. Идиоты, честно говоря. Ну, ладно. Так вот, ну, это хорошо, что если люди пытаются хоть как-то познавать мир, это уже хорошо. Ну, к сожалению, ученые опознают мир, как бы, можно сравнить так. Человек завязал себе глаза, вот, и смотрит, ну, и не смотрит на мир, а ходит, ходит по нему, щупает все, падает в ямы, и на своем болезненном опыте делает выводы об этом мире. То есть, ощупывая все, да, допустим, ощупывает какую-то прекрасную картину руками и говорит, что вот это вот плоский предмет. Все. Это плоский предмет. Понимаете? То есть, это, это, как бы, такое обычное состояние современных ученых, если они не изучают мудрость, религии, духовность, то есть, если они не познают себя изнутри, как говорится, свое сознание, свой инструмент познания надо познавать, потому что они пытаются применять его и не могут применять нормально, и не могут пользоваться своим сознанием нормально, полноценно, чтобы познавать истину. Вот. Поэтому и не получается. То есть, без духовности, без внутреннего видения, без интуиции, без медитации, без проникновения разума внутрь предметов, да, хотя бы начиная со своего тела, без этого без владения своей внутренней энергией, да, без этого ученый как бы познает мир как с завязанными глазами. Вот так вот. Вот это называется научный способ познания мира. То есть, для того, чтобы познать живое существо, такой недоученый, он возьмет, допустим, лягушку, разрежет ее, вот, и будет долго-долго пытаться понять, почему она двигалась, да, почему она жива. При этом, ну, то есть, вот такие вот сумасшедшие методы познания современной науки, вернее, не науки, а недонауки, которая считается наукой, вот, которая на самом деле произошла из древних очень полноценных учений, а теперь их отрицают. Допустим, из древних ведических учений произошло понятие ноль, понятие бесконечность. Ну, куда наука сейчас двинется, заберите из науки понятие ноль, вот, и эта наука не сможет сделать даже самокат, понимаете, да? Вот, так что говорить об этой науке без духовных знаний, без древних настоящих, проверенных знаний о человеке, понимаете, да? Ну, так же и жить спокойно и счастливо, и преодолевать трудные ситуации, трудные времена без этих знаний так же невозможно. Улавливаете, да? Смысл. Вот, поэтому, поэтому и нужно слушать эти знания, да, на моем канале Целитель Бога, так что приглашаю вас, заходите и обязательно, там очень много лекций, не только о здоровье, не только о философии, о мудрости, да? Есть ссылочки на чат в Телеграме, допустим, где представлена система СБ Транс Реалити, то есть, для здоровья тела, для омоложения, исцеления, биохакинга, то есть, очень интересные секреты для тех, кто хочет трансформироваться, изменить свое тело, жизнь, свое мышление, да? Начина, правильно надо начать, вот, то есть, начинать трансформацию надо всегда с собственного тела и с контроля над ним, да? То есть, с контроля даже над своим умом, да? То есть, уловить своего внутреннего наблюдателя, хозяина, свое истинное я попытаться уловить. Хотя, конечно же, много лет, годы нужны практика для того, чтобы уловить и понять свое истинное я. но с чего-то начинать надо, поэтому я и говорю, что до начала мой курс SB TransReality очень рекомендую. Без него, ну, там и о мистике, и о необычных способностях наших, как они связаны с нашим здоровьем, с нашим состоянием, состоянием чувств, состоянием тела, то есть развитие сверхспособностей о многом в этом курсе. Без этих знаний, друзья, выжить вообще очень сложно в мире и остаться, не выжить просто как животное в этом мире, а выжить и остаться полноценным, счастливым, развивающимся, радостным человеком, хранителем культуры для своей семьи, для своей земли, нации, народа, да, то есть хранителем. Вот, поэтому, поэтому я и, ну, несмотря на все трудности, конечно же, у всех есть какие-то дела, там, задачи, проблемы, трудности, которые надо решать, но все равно я сохраняю свое равновесие благодаря духовным практикам и этим знаниям, которые я собираю для вас 35 лет уже, больше, чем 35 лет. Вот, у лучших мастеров этого мира в этом и преимущество, очень большое преимущество и ценность моей системы знаний, которыми я стараюсь делиться с вами по мере возможностей. Вот, несмотря на все трудности, видите, как бы стараюсь быть в форме, стараюсь вас иногда радовать, иногда веселить, с юмором, без юмора духовности не бывает, честно говоря. Вот, ну, вы тоже не забывайте меня радовать, там, забрасывать донаты, чтобы я не сильно страдал в этой жизни, да, от разных проблем, и чтобы у меня была возможность еще больше вам передавать нужных, необходимых для жизни знаний, даже, я бы сказал, необходимых для выживания знаний. Вот, чтобы еще больше знаний я мог найти, чтобы в лучшем случае, в случае, да, чтобы я имел возможность путешествовать, вот, об этом я, конечно же, мечтаю. Да, ну, сейчас, конечно, тут такая ситуация, границы закрыты, и так далее, есть всякие проблемы, но ничего, мы с вами, конечно, их решим, и все будет хорошо. Да, у кого, может быть, есть проблемы с финансами, то на канале Целитель Бога я много рассказываю о том, как повысить свою финансовую грамотность, как зарабатывать, как приобщиться к теме новой финансовой системы, то есть криптовалют, да, то есть вся, весь этот бред, который вы, допустим, некоторые знаете о криптовалютах, забудьте, просто, это новая, уже новая, утвержденная государствами финансовая система, да, поэтому ее надо изучать, она пока еще дает очень много возможностей, то есть даже с нуля, даже вообще просто с нуля начать зарабатывать деньги, допустим, на аирдропах или еще, там есть методы очень интересные, и я считаю, вот я считаю, ну не только я, да, то есть я тоже изучал эту тему, в свое время начинал, и я изучаю все темы у очень опытных и авторитетных людей, в очень авторитетных источниках, и, значит, ну только я так считаю, что это одна из, значит, инвестиций в криптовалюты, да, трейдинг, инвестиции в фондовый рынок, в акции, компании, да, это особенно крипта, да, это одна из двух самых крупных ниш бизнеса, в которых можно стать богатыми очень быстро, да, то есть вот это вот самая такая интересная и самая крутая сейчас бизнес-ниша, то есть тема криптовалют, так что изучать, вникать надо обязательно, это как интернет, когда о нем еще никто не знал, да, но кто начал с самого начала его использовать и вникать, тот потом обогнал всех, поэтому я вам плохого не посоветую, друзья, о наших успехах, о том, как мы зарабатываем уже деньги, как мы обучаемся, изучаем секреты этих тем, тоже есть ссылочка на канале Целитель Бога в описании видео, на чат Санскрипт, где вот именно мы занимаемся финансовыми, инвестициями, финансовой грамотностью, изучаем тему криптовалюты и так далее, в общем, все до развития вот этой сферы, вот, ну, это важное тоже направление для того, чтобы выжить нам с вами в этом состоянии, таком непонятной ситуации в мире, ну, вообще-то все понятно давно уже, то есть идет Третья мировая война, я вас обрадую, да, уже несколько лет, ну, пару лет уже горячая фаза идет, Третья мировая война, ну, нам надо с этим как-то жить и жить счастливо, понимаете, да, то есть, если мы будем страдать, упадем в депрессию, опустим руки, а еще и ноги, а еще и носы, а еще и, может быть, главное не опустить то, что между ушами, понимаете, то есть, если мы опустим то, что между ушами, то все, это уже все, точно, точно, есть фраза такая, если Бог хочет наказать, Он лишает разума, ну, а как я вам уже доказал, разум наш зависит именно от нашего счастья, от нашего состояния, мы должны сами уметь уметь заниматься духовной практикой, правильно медитировать, кстати, медитации о началах, вот с самого начала, и не только о теле, да, и биохакинге, и о медитации, сверхспособностях, изучайте в моем курсе SB TransReality обязательно, то есть, такие знания, которые там я вам даю, ну, вы вряд ли где-то найдете, я вам гарантирую это, это 100%, ну, или 35 лет посвятите этим темам, и может быть найдете, так же, как я для вас искал, вот, поэтому сэкономьте лучше свое время, сэкономьте свои деньги, да, и изучайте этот курс, потому что не знаю, как вы еще сможете встретить таких мастеров, и поучиться у них по несколько лет хотя бы, которых я встречал, и о них я рассказываю, а кто это такие, я все это тоже в курсе рассказываю для вас, так что приглашаю друзья, просто измените свою жизнь, и, ну, как бы после этого курса вы поймете, что мир изменился, вот реально я бы называл этот курс не только курс биохакинга, биохакинга, да, трансформации, а курс выживания, просто, просто супер курс выживания, даже люди, понимаете, ну, не знают элементарно даже, как питаться, о чем тут говорить, то есть, я 35 лет изучаю эти темы, я биолог, химик по образованию, но я же знаю, что, как правильно питаться, я нашел информацию всего лишь, ну, лет, ну, пять назад, пять-десять лет назад, потому что этому не учат в университетах, понимаете, это надо, ну, знать и китайскую медицину, и другие вещи, и опыт личный тоже надо иметь, спортивный, многие десятилетия, как у меня есть, да, так что, друзья, это очень непростой курс, который я вам предлагаю, не упустите этот шанс, не упустите, потому что, ну, не знаю реально, как, как жить без этих знаний, и кто вам еще это даст, если не я, царь, да, приятно познакомиться, кстати, царь, да, целостный арий, целостных знаний, хранитель, да, так это переводится слово, слово царь, так что, я желаю всем вам достичь этого уровня, и стать такими, чтобы сохранилась ваша семья, ваша культура, не важно, в какой вы духовной традиции, или из какой вы национальности, в какой вы нации, не важно, то есть, надо достичь этого состояния, в духовности, в религиях говорится так, на самом деле, это официальное мнение религии, то есть, не думайте, что я вам что-то рассказываю, что сам придумал, то есть, в религии говорится так, наша задача достичь в этой жизни уровня пророков, то есть, стать пророками, пророков тысячи на земле живут, может быть, десятки, тысячи или миллионы, не знаю, не узнавал, но пророков очень много, а вот пророков, которых Бог посылает проповедовать людям, давать новые религии, то есть, это называется посланники Бога, пророков много, и наша задача, как говорят духовные учения, все, это достичь их уровня, ну и в христианстве говорится об этом, хотя сейчас, ну просто люди живут просто на нулевых знаниях о духовности, даже о науке, нулевые знания большинства людей, ну так, как так можно жить вообще, вообще без головы, все равно, что жить без головы, понимаете, телевизор заменил голову, как говорится, да, ну или интернет, что вы ищете в интернете, мудрость, или научные какие-то статьи, или научные передачи, да, или что, или вы ищете, как по развлекаться и просрать свою жизнь, потратить свое время, на какой-то тупой бред, и 99% людей именно такое и ищут, то есть, как, допустим, скажем, как глупец может найти в интернете мудрость, да никак, никак, надо быть мудрецом, понимаете, то есть, надо учиться у мудрецов, надо стремиться к этому, надо обучаться, друзья, если этого нету, вот, поймите, что человек, у которого сейчас, в данный момент жизни нету наставника, то есть, живого, живого человека, наставника высокого уровня, да, если у человека нет наставника, значит, он живет жизнь впустую, просто, просто впустую, и не думайте, что без наставника можно научиться чему-то, хоть в любой области, в любой области, ничего нельзя освоить без наставника, понимаете, это знает любой умный человек, который обучался, который имеет образование хотя бы, или, или хотя бы спортивный разряд какой-то, даже любой боксер знает, что без тренера ты даже разряд не сможешь получить, даже чемпионом вообще, тем более не сможешь стать, без тренера, даже чемпионы знают, что надо искать себе хорошего тренера, даже чемпионы ищут себе тренеров, понимаете, возьмем любого там великого боксера какого-то, ну скажем, Мухаммада Ли или Тайсон, даже великие вот эти боксеры они всегда уже когда стали когда их признали когда они добились многого уже все равно у них был свой тренер они себе нанимали тренеров понимаете они обучались вот это свойство разумного человека свойство нормального умного человека это искать себе профессионалов и продвигаться дальше 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 к совершенству да быть разносторонними желательно да но выбрать себе какой-то предмет какую-то область знаний и стать в ней профессионалом просто хотя бы в чем-то одном надо стать мастером друзья вот так можно нормально жить да и развиваться к этому надо стремиться потому что без этого жизнь поймите проходит во сне проходит впустую люди спят не имеют разума и не развивают его и все равно что ходить ночью с завязанными глазами по темному лесу и биться головой об каждое дерево то есть жизненные проблемы не надо удивляться вот друзья обратите внимание на это кто хочет себе блага кто хочет причинить добро я же вам желаю добра да кто же как не царь должен помогать помогать своему народу в трудные времена помогать людям найти истинный путь это надо повторить друзья если у вас нет наставника сейчас то жизнь проходит впустую разве вы не чувствуете это если вы ничему не учились конечно вы этого не почувствуете да но если вы хотя бы в чем-то достигнете высокого уровня хотя бы в чем-то вот выберите себе и достигаете хотя бы в одном высочайшего в мире постарайтесь достичь уровня то есть максимально максимально желательно в любимом деле вот и вы поймете что освоив это любимое свое дело мастерство да вы начали понимать уже очень-очень много и о других вещах но только начали то есть не надо задаваться то есть если ты в чем-то одном мастер то не надо задаваться и думать что ты сразу вот гений во всем да я знаю таких людей в чем-то добился успех или вообще в худшем случае да стал богатым там разбогател как-то деньги заработал и вот он уже говорит вот все я лучший я лучший да чувак если ты богатый если ты заработал деньги это значит что ты хорош в финансах да или в своей специальности на чем-то заработал все это дальше это ни о чем не говорит если ты ну скажем есть допустим такая ситуация когда царь приглашает какого-то мудреца или целителя вот и ну как сказать и считает и ведет себя как царь по отношению к нему да и если целитель его не вылечил допустим или в чем-то он с ним не согласен со священником или с мудрецом то он его может казнить убить просто ведет себя как царь то есть как дурак как глупец последний да то есть человек зажравшийся ведет себя как идиот по отношению к профессионалу в чем-то понимаете мудрец не профессионал допустим в деньгах да ну а может быть и в деньгах тоже профессионал а может не профессионал может он профессионал в здоровье в теме здоровья да и это спасет вам жизнь даже если у вас куча денег допустим у вас рак ну не у вас да у других у кого-то рак допустим да и куча денег и медленно себе со своей кучей денег можно умереть потому что идиот не знает где искать себе целителя да где найти себе целителя не знает ну не знает пойдет искать туда где ему в рекламе предложили да и все и погибнет погибнет просто потому что найдет не целителя какого-то гениального да допустим как мои наставники да ну и я стремлюсь конечно к этому тоже найдет не гениального целителя а найдет тех кто там круто круто выглядит у кого крутая клиника да хотя там все пациенты попередыхали уже попередохли ладно скажем попередохнули вот так что то есть богатство поймите не дает еще гарантии что человек сможет найти себе правильного целителя правильного врача правильный верный путь да это уже зависит не от богатства это зависит уже вот от знаний чисто даже от медицинских знаний когда человек сам продвигается в науке да в медицине изучает там все даже если вот только свою болезнь хочет изучить но когда ты сам тщательно начинаешь искать 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 изучать вот как я всю жизнь изучаю да целительство и системы здоровья да и духовные практики вот тогда только я же знаю на своем опыте тогда только ты через 20 лет через 10 через 15 лет ты только начинаешь понимать где искать понимаешь где искать а если вот живет человек обычный без этих знаний его знания только допустим о зарабатывании денег это хорошо да это тоже надо как без этого но если знание только в этом то в случае какой-то болезни допустим да он просто ну не сможет найти знания чтобы вылечиться и опять ему надо будет вникать в эту тему и десятки лет искать эти знания чтобы найти их ну быстро и правильно научиться находить ну как вам объяснить друзья в общем мой совет вам пройдите мой курс SB Trans Reality там в чате бесплатно вы сможете пройти после курса вы сможете оплатить если захотите дальше у меня обучаться проходить практику допустим консультации личный коучинг вы сможете потом оплатить после прохождения прослушивания этих лекций вот но эти лекции сэкономят вам 35 лет жизни понимаете 35 лет жизни и хотя бы немножко вы разберетесь в своем теле вот есть есть такие секреты понимаете допустим секретик один из таких основных смотрите наша кровь по составу микроэлементов точно такая же как морская вода представляете почему потому что как описал великий Дарвин да нас мы созданы из моря мы созданы из моря да путем эволюции да вот но это не противоречит духовности потому что природа это и есть бог так что бог нас создал путем эволюции так как это описал великий Дарвин вот и все и нет тут никаких противоречий не надо мудрить я биолог я все это изучал давно и то есть уже долго также и духовные учения изучаю долго и давно тщательно поэтому все это давно уже решено если вот не хотите заблудиться в каких-то философских вопросах во лжи какой-то на многие годы то пройдите мой курс SB Trans Reality и слушайте лекции какие-то какие вам понравятся из сотен каких-то видео или коротких и длинных видео лекций на моем канале Целитель Бога и вы просто вот получите мировоззрение которое позволит вам выжить не заблудиться в куче бреда через которые надо пробираться просто годами десятилетиями прежде чем вы поймете что правда а что неправда и где ее искать эту правду эту истину ну а как я говорил без истины жить это все равно что каждым шагом рисковать упасть в яму каждый шаг может быть опасно да друзья на все конечно на все воля Всевышнего поэтому мы не смертные мы не бессмертные да на все воля высшего и в любую секунду хозяин нашего сердца может его остановить в любую секунду и ну и все и никто больше не властен над этим что думаете вы контролируете свое сердце как оно сокращается ну нет ну нет друзья нет так кто же это контролирует вот та энергия да вот эта энергия которая дает вам жизнь каждую секунду вот изучайте двигайтесь внутрь себя вот это чувствуйте изучайте пытайтесь познать себя свое тело лучше всего через мой курс сб трансреалити быстрее просто будет вот и тогда вы поймете кто что это за энергия в вас находится и оживляет вас это жизненная энергия да и тогда вы приблизитесь и к молитве и квантовой медитации и к пониманию истинных себя потому что говорится например в священных писаниях кто познал себя мир не достоин его это говорится в библии допустим да такая фраза есть ну и еще есть такая фраза совершенствуйтесь и будете совершенны как бог это религия говорит то есть вы можете стать совершенными как бог представляете да о чем говорит религия официальная религия а люди этого даже не понимают все на поверхности лежит друзья слова Иисуса да которые он говорил совершенствуйтесь и будете совершенны как отец наш небесный вот и все все предельно просто дальше что еще спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи то есть начинать надо со спасения самих себя то есть начинать надо с познания своего тела своих чувств эмоций разума состоянии да то есть именно то чему я обучаю в моих курсах так что это и есть путь к жизни это и есть путь истина и жизнь друзья это и есть объяснение сути всех духовных учений это есть это и значит что что это значит это значит что вы друзья сейчас кто дослушал до этого места до меня это значит что вы нашли свой духовный путь сейчас и если вы это поймете сейчас если вы начнете изучать если у вас хватило терпения дослушать до этого места то вы уже необычные люди понимаете у вас уже есть мышление я живу для вас для таких кто способен слушать и изучать вот такие темы понимаете я не только живу для вас уже долго долго изучаю ищу все знания для вас и для себя конечно же и столько лет думаю о том как принести пользу благо всему миру да вот и поэтому поэтому вы понимаете да вы все поняли значит ну а кто не понял ну ну тот не понял можете смотреть можете идти смотреть сказочки на ночь да какие-то красивые фильмы из какой-нибудь заморской быдлокультуры ну и и все да поэтому лучше изучать культуру друзья культура это вот есть такая пословица агни-йоги где культура там и мир ну и это видно я прекрасно это наблюдаю как моя бедная страна уничтожается заморскими быдлокультурами как принимается всякая толерантность к грехам и это является истинной настоящей причиной всех бед наказаний от всевышнего для моей бедной страны которая может быть выживет будем в общем верить в лучшее вот но в первую очередь я вижу как она уничтожается моя бедная страна подонками идиотами и прочими прекрасными людьми да которые ну безумцы безумцы вместо того чтобы изучать мудрость и пользоваться советами наставников мудрецов они просто идут в пропасть личную каждую личную свою пропасть и ведут в нее других ну в лучшем случае это безумцы в худшем случае я не могу об этом друзья вам говорить прямо да когда-нибудь все узнаете ну узнаете если хотите знать правду об этом всем да то надо изучать духовность друзья вы поймете чья религия в нашей стране процветает где подевалась наша ведическая религия вот почему я пытаюсь давать эти истины чтобы выжили те кто успеет их взять да так что друзья ничего пробьемся в любом случае свойства живых это пробиваться да свойства мертвых это впадать в покой в депрессию в уныние и прочие грехи страх и так далее путь живых людей это совершенствовать свой разум чтобы найти выход из любой ситуации да как говорится в анекдоте мы можем найти выход из любой сложной ситуации но лучше всего мы находим туда вход вот так вот вот такие у нас в общем события да такие такая у нас жизнь интересна но не будем о плохом будем о хорошем то есть друзья мы должны обязательно практиковать для начала изучив мой курс SB TransReality ну что для нормального человека прослушать какие-то 30 лекций и вы скажете потом вау ничего себе мир изменился то есть ваше представление о жизни мышления представление о своем теле полностью поменяется понимаете то есть это факт уже многие прошли этот курс и это факт да так вот ну кстати много чудесных исцелений также было смотрите отзывы на канале целитель бога это факт чудеса друзья происходят когда есть истинное знание когда есть истинное понимание чудеса происходят надо надо управлять учиться управлять друзья этой реальностью начинается все все ваши сверхспособности и включение мозга на 100% или на 90% ваше вдохновение гениальность все начинается с курса SB Transreality все начинается с духовной практики с квантовой молитвы квантовой медитации другими словами так что чем молитва отличается от медитации да ничем значит ну разве что можно сказать что-то что начинающий пытается своими словами что-то говорить богу или своему духу чистому сознанию что является истинным именем бога это чистое сознание кстати твое чистое сознание и молитвы все богу возносятся не куда-то на небо а в твое сердце то есть все твои молитвы возносятся в твое сердце вот туда да это говорит об этом духовность религия ну и кстати наука начинает потихоньку потихоньку развиваться в сторону квантового поля и так далее и управление этой реальностью но управлять этой реальностью может только Всевышний и только вы сами если вы с ним будете на связи понимаете вот наша задача быть с ним на связи с нашей душой быть в гармонии и создавать свое состояние своего счастья чтобы быть качественным приемником этой гармонии чтобы Богу было не скучно за вами наблюдать как говорится есть такой анекдот когда человек один священник умер попал в рай и спрашивают у Бога Бог Всевышний почему почему я был всегда таким бедным почему я так плохо жил вот был нищим и почему я умер так рано вот а мой сосед всегда был таким грешным богатым и он еще жив а я умер почему Всевышний так со мной поступил а Бог сказал да просто за тобой было скучно наблюдать вот так вот да так что шутки шутками как говорил один мой наставник самый главный юморист в этом мире это Бог так что очень даже полезной шутки полезен юмор для нашего развития он делает нас счастливыми да то есть надо шутить веселиться радоваться но не тупо веселиться и не пошлыми шутками не грязью какой-то как свиньи радоваться да радоваться самому высшему самому возвышенному радоваться изучая культуру изучая мудрость радоваться своему стремлению помочь людям радоваться своему стремлению стать истинными учеными мудрецами радоваться своему стремлению стать святыми бодхисаттвами радоваться этому радоваться стремлению стать истинными буддами то есть пробужденными мудрыми людьми аватарами все мы аватары Бога все мы друзья святые все мы святые внутри, все наши души считаются в духовности ангелами, это ангелы все люди ангелы внутри, но разум нам вставляют другие поэтому ну и не всегда это святые и мудрецы надо искать друзья святых, мастеров, мудрецов чтобы они нам разум вставляли, поменяли наше программное обеспечение с вашим участием кстати, то есть это не бездумно замена под гипнозом это осознанный должен быть ваш выбор и поиск заменить свое программное обеспечение потому что оно на самом деле не ваше оно чужое поэтому оно вам мешает жить там, где много лжи заблуждений вот это все надо убрать вычистить, вымести и наполниться только истиной только правильными знаниями только истинной логикой истинным мышлением истинной чистотой мудрости культуры духовности и религии в лучшем понимании этого слова поэтому не будем бояться слова религия раз оно уже существует да конечно есть много лжи сейчас да но я имею ввиду самое лучшее надо брать друзья самое лучшее самое правдивое самое истинное самое качественное у самых качественных истинных честных мудрых мастеров и тогда все будет в наших жизнях улучшаться друзья хорошо значит желаю вам вот всего что я сказал да желаю вам счастья мирного неба здоровья найти своего наставника обязательно это самая главная задача понимаете самая первая задача главная задача без этой задачи мало что сдвинется с места ищите наставника ищите вот лишь это ищите лишь мудрость потому что сами вы чего не найдете серьезного ни в какой области и любой образованный человек честный человек это должен понимать вот желаю вам мирного неба счастья вашим близким вашим родным и вам лично пусть все будет хорошо все у нас получится как говорится пробьемся выживем и укрепимся и станем такими как в той фразе я путь истина и жизнь да и он говорил нам это не для того чтобы сказать какой он великий да так же как я говорю вам о духовности не для того чтобы порисоваться перед кем-то я говорю это исходя из своей совести из своего желания помочь людям помочь этому миру потому что духовность говорит так что если ты знаешь что-то полезное то поделись этим с людьми если будешь скрывать то это уже грех это уже ошибка глупость мы все должны быть в едином квантовом поле да мы все как наш мозг имеет много нейронных связей между клеточками да и чем больше этих связей тем лучше поэтому мы тоже должны стараться делиться друг с другом как блокчейн да то есть работать надо человечество должно стать как блокчейн блокчейн кто не знает поизучайте то есть чтобы каждый человек стал хранителем культуры мудрости знаний и чтобы все вместе это знали чтобы все знали истину и в каждом чтобы она была проявлена полнота мудрости и знаний и чтобы никакие твари заморские чтобы никакие замороши чтобы никакие засланцы засранцы да и никакие злые силы не смогли победить наш блокчейн нашу культуру великую мудрость нашу ведическую цивилизацию всех благословения друзья пока перестали губы его у Субтитры создавал DimaTorzok